Я говорю. Интервью с участниками Олимпиады студентов «Я профессионал», где мы разговариваем на серьезные и не очень темы. В чем заключается твоя работа? Моя работа как инженера-конструктора заключается в том, чтобы спроектировать механизм так, чтобы он работал как нужно и удовлетворял требованиям заказчика, точности, надежности и другим характеристикам, которые требуются. Как так получилось, что ты выбрала эту специальность? О, это хороший вопрос. Во-первых, мне показалось, что она звучит красиво. Такая вот ловушка получилась небольшая. Мне в школе всегда нравилась физика. Может быть, когда я говорю всегда, я немножко вру. Сначала показалось, что не мое, а потом, как я поняла, что все-таки это то, что мне очень нравится, очень резонирует. И в итоге мне повезло, что я уже в 10-м классе знала, что я точно буду сдавать этот предмет и с ним поступать, потому что я знаю, что среди школьников это довольно большая проблема, что сдавать, кем становиться. Я понимала, что я буду инженером и что мне это нравится. Хотя я имею художественное образование, но я поняла, что творчеством я зарабатывать не хочу. Где можно применить творчество в инженерии? Да, действительно, инженерное дело — это творчество, но я воспринимаю его не так, как художественное, как изобразительное искусство. Где могу применить? Ну, как минимум, конечно же, при подаче материала, при подаче конструкции, которую я разработала, мне помогают мои дизайнерские способности. И, конечно же, все-таки важно презентовать конструкцию красиво, не только с точки зрения того, что она работает правильно, но и так, чтобы она радовала глаз. Иногда говорят, что конструкция будет хорошо работать, если она красива. Как родители приняли твой выбор профессии? Родители абсолютно поддерживали меня. Они говорили, что это здорово, что мне нравится инженерное направление. Есть видение, куда ты можешь пойти работать? На самом деле видение, куда я могу пойти работать и какие варианты у меня есть. Есть. То есть я уже попробовала работать в двух местах работы. Поняла, что есть отличия, в принципе, в подходе. Я понимаю, что найти работу в моей сфере для меня не будет очень трудной задачей. То есть это потребует каких-то усилий. Но мне, наверное, еще повезло с той точки зрения, что на моей кафедре преподаватели способствуют трудоустройству студентов и имеют связи с какими-то компаниями, помогают устраиваться и, соответственно, ориентируют студентов, кто куда может пойти, где кому может быть более комфортно. У тебя есть подруги-инженеры? Ой, хороший вопрос. Немного совсем. Есть и те подруги, которые отучились на инженеров, но поняли, что все-таки нет, чисто как запасной вариант, но не как дело души. Но есть девочки. Кстати говоря, с одной из них я познакомилась на собеседовании. Какие книги ты любишь читать? Я люблю читать ГОСТы. Ну ладно, я шучу, конечно. Просто кто-то из преподавателей на нашей кафедре как-то сказал, что настоящий инженер должен кушать ГОСТы на завтрак, поэтому мы так иногда шутим. Я читаю художественную литературу, но признаюсь, что небольшое количество. Как думаешь, в 30 жизнь только начинается? Честно говоря, среди моих знакомых нет таких мнений, что в 30 лет жизнь заканчивается. Плюс у меня вот есть какой-то внутренний такой огонечек, наверное, от папы с мамой, потому что они мне всегда говорили, что развиваться нужно всю жизнь, пробовать что-то новое нужно всю жизнь. И поэтому у меня нет какой-то такой планки, что в 30 лет, в принципе, все, уже можно искать себе место. Сами знаете где. Действительно, с каждым годом, по крайней мере, какой-то период казалось, что жизнь идет все быстрее и быстрее, и потом мы вообще так разгоняемся, что не начинаем замечать, как летят месяцы. Но как-то я начала ловить дзен. И все-таки какие-то моменты замедляться и стараться получать удовольствие от момента. И у меня ушла эта тревога, что будет дальше быстрее и быстрее. И потом раз, и мне 80 лет, и все позади, я ничего не успела. Стараюсь как-то перезагружаться, ездить куда-то на природу. Опять же, я рисую, причем и на бумаге, и в диджитал формате. Это тоже помогает мне отвлечься, помедитировать, скажем так. Какой совет дашь нашим зрителям? Я думаю, нужно слышать себя. Нужно делать то, что нравится. Лаконично, сухо. Наверное, это просто принцип, по которому я стараюсь жить. Потому что иногда это влечет какие-то кардинальные изменения в жизни. И кто-то, кто меня плохо знает, может подумать, что я потерялась. И что я просто хожу по кругу и не знаю, что мне дальше делать. Ну, просто я стараюсь слышать себя и вовремя действовать, чтобы не наступали такие состояния, когда я чувствую себя несчастной от того, что я не там, где я хочу быть. Я делаю то, что мне раньше нравилось, но уже нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok